Недавно вы видели мой разговор с Нариной Тютчевой, директором и главным архитектором Бюро Рождественка. Мы обсуждали реновацию флигеля Руина в составе Государственного Музея архитектуры имени Щусева. Я выступала заказчиком этого проекта, будучи в то время директором музея, и знаю работу изнутри. Мое глубокое убеждение, что это, если не единственный, то самый убедительный пример в России работы с историческим наследием за последние годы. Конечно, я нахожусь в большом удивлении, почему эта работа не получила ни официального признания, ни каких-то последователей, хотя она могла бы стать методическим руководством для решения аналогичных задач, которые в нашей стране, как правило, увы, решаются из рук вон плохо. И в нашей стране существует термин реставрации путем кремации, когда объект полностью сносится и оставляются фасады и какие-то имитации истории. Ну и так далее, не будем о грустном. И сейчас моя задача – этот опыт представить как можно больше аудитории, потому что он заслуживает огромного уважения, и я надеюсь, что он получит продолжение. Ну вот мы будем публиковать лекцию на Рене, прочитанную для студентов, но она интересна для всех. Это потрясающе интересный материал. И ее авторскую экскурсию будем публиковать на протяжении ряда выпусков. Интересного просмотра. И самое интересное, что практически никогда архивные материалы полностью не отражают реальную историю объекта, поскольку они базируются в основном на материалах, которые были связаны и подавались в разные государственные службы, когда домовладение планировалось к какому-то преобразованию, то есть когда только был план. То есть это в основном проекты. И редко когда эти проекты воплощались так, как они были представлены на этих документах. Изредка, только в некоторых уникальных случаях, проекты подвергались, объекты подвергались какому-то исследованию фиксации. Это редкий счастливый случай, когда действительно в какой-то момент в связи с каким-то важным событием или важным историческим аспектом объект фиксировался, обмерялся, фотографировался и так далее. В основном мы судим по нашим объектам, по проектам, которые связаны либо с перестройками, либо, например, когда в Москве прокладывали, ну это московская такая история, в Москве прокладывали канализацию, вообще сети водопроводные, водопроводоканализацию. И тогда очень многие здания были подвергнуты исследованию, обследованию, и появился довольно содержательный архив в середине 19 века. Также Москва еще уникальна тем, что в Москве был пожар в 12-м году, и очень многие здания после этого перестраивались, и поэтому перестраивались они по так называемым образцам казаковским альбомам. И поэтому тоже в связи с этой такой вот масштабной катастрофой в Москве появился довольно большой архив по объектам первой половины 19 века. Но все равно каждый раз архивные данные, которые удается найти по тому или иному объекту, не бывают полными. И, в принципе, исследование документальное всегда нужно подтверждать натурным. И натурное исследование состоит, собственно говоря, из двух аспектов. Это техническое состояние объекта, где изучается физика, физическое состояние здания, и фиксируются всевозможные деформации, трещины, какие-то патологии, условно говоря. А архитектурное или так называемое натурное реставрационное обследование, оно необходимо для того, чтобы, во-первых, выявить периодизацию всех этапов развития объекта, понять, что же в этом объекте является подлинным, что домысленным, что является ценным, что искажающим ценность. И, помимо того, что, конечно, это несложно, я имею в виду, там, вот эту эволюцию объекта, несложно профессиональному архитектору считать просто по качеству строительных материалов, если это, например, кирпич, то кирпич — это как кирпичное здание, это как летопись, которая сама о себе рассказывает. Во-первых, на кирпичах есть клейма. Существует атлас кирпичных клейм, по которым можно датировать объект достаточно точно. И вам надо этим атласом разжиться. Всем это очень полезный, даже, я бы сказал, необходимый, профессиональный инструмент. Кирпич рассказывает как текст о здании, поэтому по кирпичу очень несложно определить и датировать тот или иной период той или иной стены, того или иного простенка, элемента и так далее. Гораздо сложнее все с деревом обстоит, поскольку дерево гораздо меньше о себе рассказывает с точки зрения возраста. Но дерево не всегда и так долго живет, как камень, особенно если условия содержания не соответствуют физике дерева. Так вот, реставрационный обследование призвано к тому, чтобы выявить в здании подлинную ценность. И, конечно же, многие вещи приходится делать экспертным методом. Иногда и поздние перестройки, и поздние вмешательства в здание бывают таковыми, что подчеркивают его уникальность. Но самое главное, для чего вообще делаются все эти обследования? Что вообще нужно, какой вывод, какая цель всей этой работы? Цель, собственно, во-первых, в том, чтобы выявить уникальность, ценность и генетику объекта для того, чтобы последующие внедрения в этот объект, которые неизбежны в виде инженерной инфраструктуры, приспособления под новую внутреннюю логистику, связанные с новой функцией или типологией, любые последующие внедрения в это здание не противоречили его главной сущности и не разрушили, не подорвали эту сущность, а наоборот позволили бы этой сущности еще больше проявиться и еще ярче быть видной, поскольку чем точнее будет угадана эта генетика, чем точнее будет угадан вот этот характер этого объекта, тем точнее вы сможете сделать его револоризацию, собственно, приспособление к современному использованию, и тем эффективнее это здание будет дальше работать, тем эффективнее оно будет приносить не только какую-то материальную пользу, но и метафизическую, оно будет приносить очень важный какой-то эмоциональный позитив. Ну или, во всяком случае, ту эмоцию, которую оно призвано приносить, играть свою роль, продолжать играть свою роль. Прежде чем заняться работой и изучением объекта, безусловно, нужно вообще понять, почему этот объект здесь возник, почему он расположен так, а не иначе, почему вот такова его конфигурация и вообще какова история места, на котором возник этот объект. Поэтому, безусловно, начинать нужно, как всегда, не с дверной ручки, условно говоря, которая, может быть, вас крайне заинтересует, а с небольшого, но важного градостроительного исследования, которое, в общем-то, будет посвящено истории формирования домовладения, частью которого является интересующий вас объект. Вот, например, изначально территория усадьбы Талызинах, на которой сегодня расположен музей архитектуры имени Щусевых, представляла собой аптекарский двор. В принципе, вообще вся эта часть за охотным рядом была издревле, относилась к службам, которые, собственно говоря, это были службы, которые работали на царский двор. Собственно говоря, всевозможные названия переулков, которые остались в этой части, скатертный, хлебный и так далее, и так далее, кисловский, это все названия тех маленьких, даже не слабот, а скорее, в общем, подворий, в которых осуществлялись те или иные функции, обслуживающие царский двор. Здесь был аптекарский двор. И, собственно говоря, здание аптекарского приказа сохранилось на территории, самое старое здание в этом комплексе сохранилось здесь. Собственно говоря, следующий план можно уже, со следующим планом можно немного легче, немного легче читается, потому что вот это уже здесь появляется крестовоздвиженский монастырь, который был снесен в советское время. И, соответственно, вот это вот мы можем догадываться, что это церковь, забыл, как она называлась, вот это наша воздвиженка, а вот это нынешний старо-ваганьковский переулок. Поэтому аптекарский двор, скорее всего, находился где-то здесь. Ну, вот здесь уже становится что-то более понятным, и мы видим, что аптекарский приказ получает уже более какое-то понятное и конкретное прочтение. Кроме того, возникает еще один объем, собственно говоря, на том месте, где вот здесь, собственно говоря, позже возникнет вот это здание этого флигеля. Есть еще вот такие интересные планы. Кстати говоря, вот графическое прочтение, очень интересное, да, как показана этажность, входы, главный вход на территорию усадьбы, обозначена лестница. В какой-то момент на этот аптекарский двор был пожалован грузинскому царевичу Георгию Вахтанговичу. И это было в середине XVIII века. И здесь появляется первое сооружение, которое как раз выходит на улицу Воздвиженка. И красным здесь показаны каменные сооружения, коих здесь много. Вот это, собственно, аптекарский приказ, который дошел до нашего времени. Вот отрисованный план его подворья. И, собственно говоря, вот это уже 1799 год усадьба уже принадлежит семейству Талызина. И мы видим, что уже появился центральный дом с двумя фланкирующими флигелями, которые смотрят на улицу Воздвиженка, которая называлась Сдвиженка, кстати говоря, обратите внимание. И симметрично по отношению к аптекарскому приказу построен выстроен еще один служебный флигель. И композиция завершается вот такой полукруглой галереей, в которой пристроен еще один служебный флигель, который сегодня носит имя домик садовника. И, собственно говоря, практически в таком виде усадьба существовала достаточно долго. Пока в 19 веке, во второй половине, вот план этой усадьбы, вот, собственно, флигель, руина нынешней, флигель, в котором мы с вами здесь находимся, который был, по сути дела, каким-то действительно служебным. Очень сложно понять, что это такое, то ли это все-таки конюшня и это денники для лошадей, но не очень понятно, где тут были тогда места для карет. Довольно загадочный план, одним словом. Кроме того, не очень понятно из этого плана, а это, по сути, единственный исторический план, который дошел до нас вот из того времени, для того, чтобы вообще догадаться, а что это было здесь за сооружение. Интересно, что в углу, в дальнем здесь есть лестница, следов которой мы не нашли, не наблюдаются в самом объекте. Я просто потом вам все эти выкладки и все эти домыслы буду показывать уже непосредственно в пространстве. То есть, глядя на этот план, мы видим, что здесь плоское перекрытие. То есть, мы не видим, как вот здесь, например, обозначенные крестами своды, колонны. Здесь мы видим плоское перекрытие с лестницей в дальнем, в этом углу, и с наружной лестницей еще одной. Наличие лестниц говорит о том, что этажей было не один. Значит, скорее всего, вот это план второго этажа, поскольку на первом этаже мы с вами видим своды, и они не отражены. Значит, это были какие-то служебные, подсобные, может быть, здесь что-то производили, может быть, здесь что-то, не знаю, заготавливали, загадочная планировка, довольно нестандартная, согласитесь, да? А может быть, это действительно были денники, но только непонятно, как сюда-то поднимались лошади вот по такой вот винтовой лестнице. Одним словом, загадка. Но, тем не менее, из этого мы можем сделать вывод, что здание изначально было двухэтажное, и в углу была лестница, и вторая лестница была снаружи. Вниз в подвал? А, тогда входа нет. Ну, то есть это второй уровень, да, здесь не обозначен, например, вход. Нет, мы не видим входа. Поэтому, скорее всего, это план верхнего этажа, и потом действительно внизу своды, и по кирпичу это 18 век. Вот, поэтому, поскольку это уже у нас, ну, конец 18, этот план 1799 года, по-моему, ну, 800, да, то есть это рубеж веков. И, в общем, из этого времени до нас дошел только вот этот план. Но в данном случае было важно, что флигели были пристроены, застроены дополнительными элементами, надстроены, то есть усадьба, главный дом усадьбы укрупнился, но флигель, обратите внимание, до сих пор существует отдельно. Здесь есть проем, хотя уже появляется первая пристройка вот к этому резолену. Также важным, являются важными свидетельствами, являются, конечно же, всевозможные, всевозможные изображения, выполненные художниками того времени. Здесь мы видим, какую вообще важную роль играл этот дом в московской панораме, да, то есть открывался вид на Кремль. Обратите внимание, как выглядел охотный ряд, манежная, ну, в общем, тут много чего интересного можно себе увидеть. Это вот Крестовозвиженский монастырь, который находился непосредственно за этим объектом, он находился вот здесь, на севере. И здесь мы, в общем, видим еще очередную фиксацию, еще раз что-то происходит с домом по мелочи. Ну, в общем, каждый раз, когда владельцы обращаются к властям для каких-то переделок, происходит определенная фиксация. Значит, это просьба о переделке, например, восточного фасада. Фасад, который выходит на Старваганнический переулок, боковой фасад, а его решили украсить пилястрами. Это вот, лишь вот, вот об этом фасаде в данном случае. Это как раз проект реконструкции, после которой появились вот эти встройки. Поначалу флигели были отдельными. То есть вот эти две встройки появились позже. Собственно, вот это крестовоздвиженский монастырь, который был снесен. А вот это, собственно, главный дом. Вот воздвиженка. Флигель виден внизу. Вот его кровля. Это то, что стояло на месте библиотеки. Да. Совершенно верно. Вот мы видим дом Талызиных. Это вид, собственно говоря, тоже отмаховой. Вот мы видим торец дома. И сзади мы видим купола Крестово-Зыринского монастыря. Ну, в общем, некоторым образом территория изменилась, как мы понимаем. И в конце XIX века владение передается Московской казенной палате. И здесь мы можем понять, что при передаче казенной палате, конечно же, довольно существенно меняется не только функция, но меняется и архитектура здания, в том числе, например, флигель-руина. Наш флигель настраивается еще одним этажом. Вот предложение по перестройке усадьбы. Здесь возникает предложение по перестройке еще одного объема в центре. Добавляясь третий этаж, пристраивается еще объем, и усадьба в этом месте практически смыкается. То есть это позволяет нам судить о том, что третий этаж этого здания возник на рубеже XIX-XX века. И также и возникла вот эта часть перестройки в то же время, когда и возник третий уровень. А тут вот еще есть интересные всякие сечения, попытки сделать, я так понимаю, какие-то геологические, гидрогеологические изыскания. Или, да, и в то же время, да, это проект устройства канализации. И вот, как я и говорила, в момент, когда устраивалась канализация, появилось тоже очень много в архивах планов, поскольку везде, где покладывалась канализация, происходили различные фиксации. Дальше мы имеем еще целый ряд архивов, которые уже более подробно показывают устройство зданий. Но нельзя сказать, что наш флигель пользуется в этом смысле какой-то популярностью. Про него также остается немного информации. Мы можем наблюдать только, как трансформируются вот эти встройки, пристройки. То есть вот дышит постоянно вот эта зона. Мы понимаем, что в какой-то момент вход в здание находился, скорее всего, вот в этом месте, поскольку здесь показано крыльцо. При этом история, реальная история, говорит о том, что в этом месте до чуть ли 70-х годов нашего уже века находилась проходная арка. Поэтому вот это очень загадочное место. Но мы потом посмотрим на него. Вот это уже становится госпланом. И, в общем, мы видим, что для начала здесь почему-то снесли вторую часть вот этой полукруглой галереи. В 1926 году ее уже нет. Возможно, она рухнула от ветхости. Возможно, ее снесли, потому что она чему-то мешала и препятствовала какому-нибудь проезду на чем-нибудь. Вот Крестовозвиженский монастырь еще жив в 20-е годы. Дополнительный проект устройства канализации. Значит, дальше это здание становится общежитием коммунистического университета имени Свердлова в 30-е годы. И вот наступает самая интересная драматическая минута жизни этого владения. Решено проложить через это владение метро. Притом метро здесь неглубокого заложения. И это просто удивительно, что при прокладке метро фригель не был разобран. Потому что, на мой взгляд, разборка вот этой части галереи с точки зрения эстетической, композиционной была гораздо большим грехом. А также, я уже не говорю о том, что был разобран, снесен Крестовозвиженский монастырь, который стоял также на пути прокладки метро. А вот фригель уцелел. Притом он не просто уцелел, а под него были подведены железобетонные основания, которые мы сегодня с вами увидим. То есть он был пересажен фактически на новый фундамент. Это довольно серьезное мероприятие, дорогостоящее. И таким образом это здание было сохранено. Собственно, вот как проходит метро. Станция расположена, и туннель расположен практически под этим зданием. И когда мы будем стоять с вами на первом этаже, и сейчас мы периодически, мне кажется, слышим, как проходит поезд. И все это время здание, в общем-то, вибрировало и откликалось на эту всю историю, связанную с тем, что здесь ходит метро. Станция, кстати говоря, называлась улица Коминтерна, библиотека имени Ленина. И я хочу наконец-то дойти до момента, когда это владение было передано в музей архитектуры. Кстати говоря, планируется первая реставрация в 50-х годах. Появляются чертежи и обмеры аптекарского приказа. История про домовладельцев, как выглядел грузинский царевич Вахтанг. А это Григорий Вахтангович, это был его сын. А, кстати говоря, царь Вахтанг IV, это знаменитый Вахтанг Гургасали, который, собственно, присоединил, объединил Грузию с Россией. Так, на всякий случай. Поэтому, собственно, у царевича была резиденция рядом с Кремлем московским. Это случилось в XVIII веке. Это прямо персонажи Гоголя или Салтыкова-Щедрина, такие милейшие талызины. Ну, собственно, это для того, чтобы понять, какие люди населяли это пространство, о котором, собственно, идет речь. Мне кажется, что это тоже важный такой момент, понимание, что ты сюда не первый вообще пришел, и что все это не совсем мифы. Далеко не всегда бывают, конечно, в архивах портреты владельцев. В данном случае просто талызины были очень известны московским семейством, которое вело довольно бурную, активную, культурную и политическую жизнь. Поэтому местоположение дома само за себя, в общем-то, говорит. И поэтому в этом доме бывали, был весь цвет русской культуры того времени. Ну, одним словом, я думаю, что с историей домовладения я закончила. И, наверное, расскажу немножко о проекте. Поскольку в архивных... У меня еще есть целый блок архивных чертежей, архивов именно по зданию. Но даже сказать, что в этих архивах очень много материалов по главному зданию. И крайне мало материалов об этом флигеле. То есть флигель был все время как-то немножко за кадром, ну, потому что флигель и флигель. Тем более удивительно, что его не снесли. Вот это вот просто такая какая-то ирония судьбы. Не знаю, как это назвать, но, в общем, так сложилось, и слава богу. Так, теперь несколько слов о проекте. Так, о проекте. Начну с того, что этот флигель открыл, условно говоря, директор музея, который был директором с 2000 по 2007 год, Давид Ашотович Саркисян. До него в этом здании находился институт, центральный, как назывался, не и так, научно-исследовательский институт истории архитектуры и градостроительства. И в конце 90-х было принято решение, или в середине 90-х, точнее, было принято решение о реставрации этого здания. Реставрация была начата, дальше здесь случился пожар, дальше начались тяжелые времена, и здание было просто брошено. И стояло, в общем-то, без окон, без дверей, без кровли, с провалившимися перекрытиями деревянными. Но вот в начале нулевых Давиду пришла в голову идея привести это здание в некоторый порядок, поставить какие-то подпорки, сделать временную кровлю. И устроить здесь, и начать устроить здесь какие-то выставки. И действительно, выставки имели колоссальный успех. И это пространство, несмотря на то, что оно было холодное, довольно пыльное, ну, в общем, интересно, было как-то особенно приятным. Но оно, тем не менее, отличалось невероятным обаянием, и пространство стало очень признанным, просто модным, популярным, очень таким знаковым пространством. И выставляться в этом пространстве считалось, в общем, достаточно престижной историей. То есть и название флигии «Руина», собственно, появилось вследствие вот этой деятельности Давида Саркисяна. Флигия «Руина»